расскажу конечно но во первых наши риэлторы нас правильно привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции и сегодня рядом со мной очаровательная мария из москвы сегодня тема видео изменения которые произошли в нашей жизни последние скажу так несколько дней может даже недель а именно ситуация связана с эпидемией с массовым психозом но конечно не безознавательно сегодня мы узнаем у маши которая приехала из москвы сюда в аланию как она получала вид на жительство это важный документ который дает право пребывать здесь на территории республики турции ну скажет огне 60 дней как положено во многих странах а несколько больше бред год маш привет ну так и есть машика скажи пожалуйста что вообще для начала что ты делаешь турции наслаждаясь жизнью маша вместе с супругом кириллом который здесь находится подалеку но это приобрели недвижимость виде небольшого домика и теперь для того чтобы здесь чаще бывать им нужно получить вид на жительство и вот они пришли в фирму насколько понимаю которая занимается именно узкоспециализированной помощью иностранцам для получения вида на жительство собрали пакет документов дальше произошло мы сейчас узнаем какая разница между обычным режимом и вот такие скажем так экстренный режим да расскажу конечно но во первых хочу такую небольшую сделать ремарку очень много дезинформации в сети особенно от блогеров не являющихся профессионалами в этой сфере но дающих множество рекомендаций именно по получению вида на жительство и из-за того что я тоже их слушала я была достаточно сильно дезинформирована о том как это делается каков регламент можно ли нельзя ли выезжать между подачей документов и получением вот этого собственно вида на жительство вот и но повезло наши риэлторы нас свели с людьми которые помогают занимаются сбором собственно пакета документов конечно это можно сделать самостоятельно но я не носитель языка мне будет достаточно сложно даже получить страховку то есть это надо искать фирму приходить объясняться мы с мужем решили что мы не будем этим заниматься и за достаточно умеренное вознаграждение обратились фирму посредник и на сегодняшний день на понедельник мне было назначено рандеву в миграционной службе правильная служба которая собственно этим и занимается я должна была в назначенное время с подготовленным пакетом документов прийти в принципе сложности никаких я прихожу к указанному времени получаю талончик иду ожидаю своей очереди и прохожу вот это вот рандеву собеседование с переводчиком как я поняла я должна была там что-то переговорить почему я к назару обращаюсь за подтверждением потому что в связи с ситуацией коронавируса сегодняшнего дня в турции введены введен ряд ограничительных положений по работе организации и получается что собственно миграционная служба сегодняшнего дня как бы не должна работать и тем более принимать большое количество людей я столкнулась с тем что я пришла с пакетом документов на ресепшн как мне объяснили в фирме посредника и отдала их и на этом вуаля все мне сказали хорошо финиш идите и через две недели вам будет карточка и как так где рандеву спросила я по-русски по-английски я пыталась по-турецки спросить но человек уже со мной не разговаривал они естественно все в масках он уже разговаривал с другими людьми я девчонкам фирма посредник они со мной обратно туда да действительно никаких рандеву они не проводят все люди которые записаны по очереди на эту процедуру у них берут документы никто никого не разворачивает никто никому не отказывает единственное не знаю будут ли они естественно я этого не знаю будут ли они записывать в дальнейшем ближайшее время на рандеву новых людей ну это уже надо у них на сайте наверно узнавать в связи с создавшимся положением но вместо полутора двух часов миграционной службе я благодаря коронавирусу провела пять минут также друзья есть и свои положительные моменты теперь я бы скажу взгляд со стороны что приз достаточно часто как вы понимаете люди которые приобретают недвижимость потом сталкиваться с подобными вопросами и естественно я рекомендую обращаться к тем людям которые помогают скажем так правильно занести в реестры имя фамилию то есть там есть толкости что в электронной форме может принципе каждый человек это зят честно скажу к человек это может сделать но есть нюансы если вы допустите какую-то ошибку систему вас не примет и так далее поэтому есть фирмы которые занимаются последнической деятельностью и помогать собрать пакет документов правильно подать их там где нужно сходить получить примеру там налоговый номер они сами это делают вот такую фирме я прикладал маша обратиться все сделали и вот глазами грубая клиента это выглядело вот так а на самом деле но турецкое правительство сейчас ввело карантин по многим параметрам и естественно люди этого придерживаются особенно работники нашей стране при любом каком-то законодательном акте или динамативных и двигателя нововведениях пострадали бы клиенты здесь если что-то спорное то если ты клиент всегда прав то есть если сказали не собираться больше тихо быстро все делать но ты зала не делают не в ущерб это клиент получилась даже мне в пользу понятно что я бы все равно подала эти документы на потратила бы гораздо больше своего личного времени может быть понервничал я не знаю как проходит ранды теперь я не могу об этом ничего сказать финиш через две недели вуаля всего поздравляю теперь будем чаще маша здесь видеть друзья если у вас будут возникать вопросы обязательно пишите мне вся контактная информация в описании к этому видео ставьте лайки или дизлайки пишите свои комментарии делитесь своим опытом это уверенно многим поможет ну и делитесь этим видео я думаю что всю информацию которую мы будем получать связи с каким-то новшествами и нововведениями обязательно будем делиться с ней но по поводу ценовой политики вот я сейчас и у маши спрошу и сам тоже знаю что в принципе от скажет от 100 лир до 150 лир стоит пациентические услуги так и есть вот русские деньги это получается на 1700 на сейчас я лично для себя считаю что это те деньги которые мы сможем готовы отдать чтобы не тратить несколько часов своей жизни а может и несколько дней ходя по тем же стал самым страховка налоговым и так далее мы пошли по этому пути если кто-то хочет идти своим путем пожалуйста но в этом случае тоже надо понимать вот эти вот все сроки потому что мы были крайне дезинформированы то что есть на самом деле это не совсем та информация которую блогеры подают на гора на массы и тут тоже надо знать законы положения они все время меняются и смотреть правильных блогеров спасибо большое машенька удачи хорошего времяпровождения ну и до встречи на моем канале дин-дин-дин-дин-дин-а-саляма и долги легли ну наконец-то сначала друзья пока